Приветствую вас, Любовь. Я бы, знаете, как ответил бы вам на вопрос, что ситуацию действительно не бросаем. Ситуация действительно нелёгкая для нас. Вы, конечно, человек, который проявил мужество, проявил волю, проявил характер. Вот. И, естественно, вам неприятно всё, что происходит сейчас между вами и родителями мужа. Но есть, значит, несколько моментов. Первое. Если люди столь резко изменились по отношению к вам и мужу, к большому счёту тоже, то, значит, вы не замечали чего-то в их поведении раньше, потому что резких изменений не бывает. Второе. Направлено их поведение не на вас, а на некую общую, такую картинку общую бородиму. Третье. Как видите, их волнуют внуки, то есть, их волнует реализация самостоятельная. Ну, тут их, собственно, не самостоятельная, простите, их, собственно, реализация их волнует. Что говорит о том, что люди, вот, ориентированные на какие-то свои средства и ценности, других, они не приемлют, не приемлют просто в силу, вот, ну, просто в силу, просто в силу. Следующий момент. Это то, что вам неприятно вся эта ситуация, то, что вас задевает от того, что происходит, и мне кажется, что какие-то вещи вы принимаете на свой счёт, в частности, тот посыл неполноценности, который, ну, который демонстрирует вам свёкры. И мне кажется, что вот именно то, что вас задевает в этих ситуациях, именно то, что вам неприятно, то, что вызывает вот негатив, вот такой вот внутренний, ну, в первую очередь, нужно прорабатывать. Чтобы всё-таки вы выступали более цельной личностью, чтобы вы выступали всё-таки более такой и собранной в взаимодействии с всего, кроме в этой нелёгкой ситуации для вас, и чтобы вы смогли действительно занять свою позицию. То есть, дело не в том, чтобы вам советовать, как себя вести и что делать, а дело в том, чтобы проработать то, что вас задевает в этой ситуации, чтобы вы сами нащупали свою позицию и вели себя так, как вам хочется. Вот, естественно, осознавая все последствия. Следующий момент, это то, что вы жалеете своего мужа, не самая лучшая история, если честно, жалость она, в общем-то, деструктивна, как для жалеющего, так и для того, кого жалеют. Вот, поэтому рекомендую так же этот момент поисследовать, чтобы перестать вот к своему мужу жалеть, любить, уважать, сочувствовать это одно, а жалеть немножко другого. Вот, и пожалуйста, это трансляция той мысли, что в этой ситуации тебя быть не должно. Но, вот, это, конечно, ошибка-ошибка, особенно, если человек в этой ситуации оказался. Я, конечно, не знаю про инсульты вашего мужа, но думаю, что вряд ли там это прям случайно просто. Нет, может быть, конечно, может быть это и случайно, но даже если случайно, то это то, что вашему мужчине, то то, что вашему мужу нужно пройти. Вот, силу просто стало, что, ну, такой вот у него путь. Вот, и все, что с ним случилось, это то, что с ним случилось. И жалеть его, значит, укреплять его во мнении, что не должно быть с ним того, что происходит. Очень хорошо помогает логотерапия здесь, вот. Ну, это уже децент, да. То есть, вот то, что вы его жалеете, это, на самом деле, с любовью, это несомыстимо. Поэтому меня это насторожило. То есть, вот у вас проблемы со флёкрами, что они вас задевают как-то. Хотя, вы любите своего мужа и делаете это всё для него. И тут вы жалеете, в купе с ним, что вы пишете, что я не сбежала, ну, вот. Появляются мысли о том, что, может, вы чувствуете долг с мужем и чувство вины. Вот, понятно, что никто не требует от вас какой-то такой идеальной веры, идеальной любви, где есть только ваш муж и всё остальное не вас. Но, тем не менее. То есть, знаете, если в вас задевает что-то, то вам чего-то не хватает. Если вам чего-то не хватает, вы не можете полноценно отдавать своему мужу. Потому что получается, что вы жертвы за собой. А это деструктивная позиция, опять-таки. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.